здравствуйте наши дорогие друзья мы рады приветствовать вас на нашем канале и сегодня наш второй урок посвященный созданию лоскутного одеяла звезда элизабет на прошлом нашем уроке мы с вами на этой стен стене выложили по вот этому макет дизайну который я нарисовала одну четвертую этого одеяла сейчас вы видите его целиком это коллекция роберта кауфмана который так и называется элизабет здесь уже четыре части сшиты между собою размер размер конечно большой ширина 227 длина 250 я его еще не закончила потому что как-то не очень понимаю то ли мне утопить его в бордюр и фоновой ткани то ли новую ткань сюда вписать я еще буду думать но в любом случае вы это одеяло уже готовы и после стежки когда я его приготовлю и пошлю к мастеру на стежку вы его увидите уже в готовом виде и я вам о размерах а я бы вероятно так как у нас здесь с вами треугольники много острых углов я наверно закажу стежку такую перьевую очень красивую густую но мне хочется вот это вот вот эту звезду с ее лучами смягчить чем-то округлым что будет великолепно сделано но сегодняшний наш урок я хотела бы посвятить следующему как не имея вот такой линейки который мы с вами краили и полос жили ролла которые я использовала вот здесь сшить подобное как из этого выйти давайте с вами давайте с вами вспомним что у нас с вами было вот такие вот три блока они имели размер 5 и 1 2 дюйма это очень большой блок если мы посмотрим с вами на эту схему то вот каждый квадрат в один сантиметр у меня здесь равен моему блоку блок 5 5 с половиной дюймов пол дюйма уходит на швы у нас остается блок размером 5 на 5 дюймов это в сантиметрах 12 на 12 сантиметров но это большой блок если вы хотите создать подобное по моему дизайну но меньшего размера значит вам исходя из этого нужно уменьшать размер блока как это сделать вот сейчас мы с вами об этом и поговорим кстати тоже есть очень красивый вот посмотрите вот дарю вам рецепт очень красивого такого одеяла которое тоже звездные которые будет шита вот из из таких вот блоков блоки здесь будут разные цветовой гаммы это я просто тут разукрашивала одеяло квадратное значит вам достаточно разделить этот макет на 4 части вот на 4 части и шить и шить вот таких ровно 4 четвертинки здесь у нас с вами одеяло получилось прямоугольным поэтому мы здесь с вами не могли сшить 4 одинаковых части мы шили две левые две правые соединяли их между собой разные бывают вот кстати вот вообще огромная большая вообще огромная большая звезда нарисовалась когда-нибудь я ее пошью здесь точно такие же блоки но мы сегодня с вами будем говорить о размерах этих блоков если у вас нет джели ровных полос но нет полос а есть альтернативные какие-то ткани виде виде но предположим предположим вот таких вот маленьких кусочков и если же у вас ваших тайниках есть вот такие вот большие кусочки ткани из которых вы можете сшить и блоки и потом построить такое одеяло все очень просто ну вот в данном случае я взяла размер такой классический для петчворка 10 дюймов на 10 дюймов это 25 и 4 сантиметра на 25 и 4 вы можете любой размер брать вот любой какие какого размера ткани у вас есть я имею ввиду в нарезке кусочками это может быть это может быть слоеный пирог это так называется вот он вот 10 дюймов на 10 дюймов 40 тканей достаете и шьете в данном случае это вот аналог по размеру это может быть чарм паки 5 дюймов то есть вот в данном случае их здесь 4 это может fat quarter 50 сантиметров на 54 все что угодно исходите отталкивайтесь от того какого размера и сколько ткани у вас есть вот давайте сейчас я вам покажу как вот из этого вот кусочка из двух кусочков фоновой принтовой ткани сделать 8 блоков вот таких вот 8 таких блоков потом мы возьмем в руки такую же заготовку размером 5 дюймов это 12 на 12 и вот так и сейчас мы с вами пойдем к машине и я покажу вам как мы это будем делать итак дорогие друзья вы посмотрели свои ткани вы нашли нашли свою ткань и если у вас достаточно вот такого размера и фоновой ткани и принтовой она равна 10 дюймов на 10 25 и 4 на 25 и 4 сантиметра лицом к лицу складываем и прочерчиваем маркером исчезающим две диагональные линии и далее от каждой и далее с двух сторон мы с вами прокладываем шовчики припуск на шубу меня 1 4 у вас то что делает ваша машина далее возьмем одну четвертую от этого большого кусочка и посмотрим а вдруг у вас вот такие вот маленькие кусочки вы легко справитесь вот с такими вот блоками чертим диагональную линию и прокладываем вот здесь вот два шва и снова возьмем и снова возьмем маленькие кусочки ткани фон и print лицо к лицу здесь тоже лицо к лицу но шить мы уже с вами будем вот так вот по периметру по периметру а сейчас мы пойдем к машине и быстро сделаем свои швы так переворачиваем ставим у меня лапка с ограничителем это очень удобно то же самое сделаю делаем и здесь и последний наш шов и так мы это сделали сейчас пятью дюймовые два кусочка наши и мы делаем нашу строчку прокладываем по периметру так и у нас с вами остался второй наш образец здесь проложена диагональная линия и мы вдоль нее прокладываем наши две строчки прекрасно так начнем самого большого нашего кусочка 10 на 10 дюймов так берем линеечку и наш маркер и мы и мы с вами все наши разрезы будем проводить вот в этой точке вот в середине она там четко обозначена и так мне вот здесь помогает вот эта разметка на нашем большом мать и на нашем большом мать и есть вот эта разметка 10 и 10 дюймов мне нужно разрезать нашу эту конструкцию вот так 5 и 5 линии 5 и не смещая эту нашу красоту значит я делаю линию посередине вот 5 у нас дюймов ровно посередине вниз а она сместилась ну ничего страшного 10 теперь вот по нашей голубой диагонали линии у нас с вами разрезаем на два наших будущих блока и у нас получилось 8 наших деталей вот 8 наших деталей и утюг их под утюг вот 8 из такого вот размера их под утюг заутюживаем на темную сторону обязательно на тем сторону естественно удаляем очень аккуратно будьте аккуратны с ножом удаляем ушки и смотрим исходя из исходного вот этого данного до данного размера ткани у нас с вами учился блок четыре с половиной дюйма четыре с половиной дюйма вот этот блок у нас пять с половиной дюймов вот тот который вот этот меньше вот у вас есть готовый блок который вы можете сюда в это одеяло и вписывать это понятно что это вот этот блок как быть вот с этим блоком с этим блоком если вы не используете джели ролл и у вас нет полос которые вы можете соединить не печальтесь берите просто две принтовые ткани такого же размера складываете их между собой две диагональные линии разрезаете на 8 частей и у вас получается вот такой вот блок меньшего размера давайте теперь немножко а вот же вот же вот же вот же вот же так секундочку теперь у нас с вами блок пять на пять один мы сделали диагональную одну линию разрезаем посмотрите и вот наш блок заутюживаем на темную сторону отрезаем ушки и что же мы получаем из вот такого вот квадратика мы с вами получаем ровно такое же четыре с половиной на четыре с половиной это неудивительно потому что вот в этот формат 10 дюймов ходит 4 таких деталей по 5 так а теперь наш третий образец мы сделали строчку по периметру и разрезаем теперь по диагонали но мы даже можем их смотрите предположим у вас такие маленькие кусочки а вы хотите нечто подобное шить это тоже все легко давайте разрежем на четыре части и посмотрим а какого же размера блок всегда перед тем как взяться за свой проект отрепетировать помешает пару раз и у нас с вами получился блок вот такого размера так сейчас мы с вами посмотрим его размер равен 3 на 3 дюйма вот три на три из этого вышло два по четыре с половиной из этого четыре но три на три вот такое вот количество и так дорогие друзья если вы решили уменьшить размер вот этого блока у вас вероятно такое желание появится давайте проведем эксперименты вы тоже должны дома это сделать вот для такого блока 10 на 10 сантиметров вот вы решили что он у вас будет мы с вами вырезаем миллиметровую нашу бумагу квадрат 10 на 10 из миллиметровой бумаги и проводим проводим нашу вот эту диагональную линию и отрезаем линейки у нас нет линейки нашей козик вилд нет но у нас есть что-то вот вот что-то подобное с прямым углом вот представим что ее нет наш треугольник вот этот мы наклеиваем совмещая аккуратно вот этот прямой угол но и берем предположим нашу вот такую вот заготовку нашу заготовку большую помните в прошлом видео я вам говорила ребята очень нерационально использовать 2 2 полоски ткани потому что если мы сейчас с вами вырежем у нас получится что вот этот вот вот этот маленький треугольничек и вот этот вот они одинаковые по размеру он уйдет в шов и его незаметно поэтому вот такие вот блоки маленькие их как правило шьют из широкой полоски ткани так все просто давайте теперь вырежем здесь напоминаю вот наш шов мы прикладываем основание нашего треугольника вот она мы с вами сделали сами себе линейку приложили выровняли отрезали заутюжили повторяю на темную сторону вырезали отрезали вернее ушки и получили ровно такой блок если вам нужен блок 10 на 10 сантиметров или 4 дюйма вы берете квадрат миллиметровой бумаги 10 на 10 разрезаете по диагонали вот вот линейка если вам нужен блок меньше три с половиной дюйма это восемь сантиметров на восемь сантиметров ну вот он вот он вот он такой вот гораздо но в зависимости того какие у вас будут планы вам нужен размер вашего миллиметра квадрата в миллиметрах девять с половиной на девять сантиметров если вам нужен блок большой обратите внимание 6 дюймов 15,25 сантиметров квадрат то вы берете в эти себе квадрат из миллиметровой бумаги 1525 диагональ и точно также приклеиваете к какой-то вашей большой линейкой и вот с этой задачей справляетесь и так дорогие друзья на этом мы прощаемся с нашей великолепной и роскошной элизабет я думаю что наши уроки были вам полезны желаю вам света и тепла от тех зажженных звезд которые будут вами шиты и не забывайте дарить это тепло и свой свет до следующих наших встреч с вами как всегда в удовольствии было галина во этого